Ольга Будина, успешная актриса театра и кино, отклонившая приглашение в Голливуд. Разочаровавшись в кинематографе, Ольга завершила творческую карьеру и посвятила себе помощи детям и общественной деятельности. Оля родилась в феврале 1975 в семье обычных дружеников, бухгалтера и строителя. Семья жила в Подмосковье, в Одинцово. Девочка никогда не была нежным домашним цветочком, а наоборот, а наоборот, много озорничала, проявляя свои лидерские качества. Но потом Оля направила свою энергию в нужное русло. Ей захотелось помогать слабым, и она создала Тимуровскую команду. Творческий характер девочки впервые проявился еще в гуманитарном лицее. Она училась в музыкальной школе, игре на фортепиано и аккордеоне. Солировала в хоре и оркестре, но этого Оле было мало. Ее тянуло к театру, поэтому она стала заниматься в драм-кружке. Девочка проявила хорошие организаторские способности, и ей поручали проводить все праздники и утренники. Позднее Оля организовала даже свой театр, объединившись с такими же увлеченными единомышленниками. Спектакли, мюзиклы и даже мускомедии, которые ставили ребята, имели среди школьников успех. Особенно нравилась всем принцесса на горошине, поставленная в жанре сказочного мюзикла. Будина не только занималась постановкой спектаклей, но писала для них сценарии и даже шила сценическую одежду. Оля была еще и солисткой школьного Вия и даже пела на дискотеках, проводимых в родной гимназии. Любовь к музыке заставила ее после девятого класса поступить в Гнесинку. Но ее не приняли, и девочка вернулась доучиваться в гимназию. Несмотря на такое обилие разнообразных занятий в старших классах, Будина умудрялась еще закончить при МГУ школу юных филологов. Получив специальность экскурсовода, она водила экскурсии по селу Захарова, связанному с именем Пушкина и расположенному рядом с Одинцова. После школы Оля поступила учиться в педагогический, но уже после первого курса поняла, что ошиблась с выбором будущей профессии. Ее опять тянуло в Гнесинку, но в последний момент девушка изменила свое решение. Увидев толпу альбутериентов, стремящихся попасть в училище имени Щукина, она тоже подала документы в Щуку. Ей хотелось отбить хотя бы одно место у этих высокомерных молодых людей, и это ей удалось. Приемная комиссия во главе с Владимиром Этушем поставила Ольге максимальный балл, и девушка без проблем стала студенткой. Первый курс дался Ольге Будиной с большим трудом, даже вставал вопрос о ее отчислении. Мама очень переживала за дочь, и чтобы ее не расстраивать, девушка, заходя домой, пыталась улыбаться. Но Оля сумела справиться с трудностями, и уже на втором курсе по актерскому мастерству заработала высшую оценку. С этого и началась актерская биография Будиной. Сначала были второстепенные роли и эпизоды, а затем настал «Звездный час», роль Анастасии в киноленте Романовой «Венциносная семья». Фильм закончили снимать, когда Ольга училась на четвертом курсе. К этому времени показы в столичных театрах уже прошли, и выпускница Щукинского училища, окончившая его в 97-м, в них не попала. Да и сама картина попала в прокат не сразу, ее релиз откладывался, и Будина по-прежнему не была известна публике, поэтому молодой актрисе предстоял долгий путь к славе. Сейчас главный мужчина в жизни Будиной – это сын Наум. С мужем и отцом мальчика, бизнесменом Александром Наумовым, они расстались, когда жизни ребенка угрожала болезнь, а у мужчины начались проблемы на работе. Борису Корчевникову, ведущему шоу «Судьба человека», Ольга призналась, что в то время супруги существовали отдельно друг от друга. Картина «Жена Сталина», отражение атмосферы в семье, разве что до побоев не дошло. Александр с головой ушел в решение собственных задач и совершенно игнорировал проблемы жены и ребенка. Не хотелось обеспечивать элементарные удобства. Актриса решила, что не стоит дальше продолжать отношения. Покидая дом, Наумов забрал все, что мог, включая подаренные Будиной драгоценности. Официально бывшие супруги оформили развод через два года. Мужчина уехал из страны, но матери и в голову не приходилось сказать сыну, что отец погиб или плавает на подводной лодке. Она надеется, что Александр когда-нибудь вспомнит о родном человеке. Эта ситуация намного раскрыла Ольге глаза. Ей интересно было наблюдать, как отсеиваются те, кто еще вчера назывался другом. Сегодня у нее совсем иные приоритеты, не те, что в молодости. Даже опыт выношения ребенка, описанный в книге «Говорящая беременность», не похож ни на чей другой. Женщина гордится тем, что сама заработала на квартиру, дачу и машину. Много путешествует, оплачивает образование сына. Наум учился в британской международной школе «Атлантик» при Кембриджском университете, в музыкальной школе при Гнесинском училище. Из заведения, пропагандирующая вальдоровскую педагогику, Будина его забрала и перевела на домашнее обучение, поскольку считает, что нынешнее образование детям только вредит. Ольга ограничивает контакт сына с телевизором и гаджетами, хотя Наум мечтает стать программистом. Пытаясь выстроить новые отношения, актриса во главу угла поставила вопрос, примет ли мальчик чужого человека в доме. Неназванный кавалер нашел общий язык с Наумом и два года ухаживал за Будиной. Она честно сказала, что не испытывает ничего, кроме симпатии, но согласна попробовать. Совместная жизнь не сложилась, принцип «стерпиться, слюбиться» не сработал. С претендентом в мужья Ольга теперь дружит. Будина наполовину вегетарианка, так как помимо привычных овощей и фруктов, употребляет рыбу и морепродукты. После родов актриса изменилась до неузнаваемости. От былой стройности не осталось и следа. Лишние 25 кг уходили быстро, но тут подоспело предложение сыграть Надежду Аллилуеву, а супругой вождя народов была дамой пышно-телой. Только по завершении съемок Ольга вернулась к прежним параметрам вес 51 кг при росте 164 см. В 2015 году папарацци, охотившиеся за новыми фотографиями знаменитости, подловили вновь поправившуюся женщину на светском мероприятии. Будина появилась в закрытой одежде, но критики все равно рассмотрели ее фигуру. Ольга пояснила, что всегда была склонна к полноте, если проблема обострялась, добавляла в рацион белокочанную, бруссельскую и цветную капусту. При таком питании вес быстро приходил в норму. Полнота не помешала ей стать официальным лицом компании Avon. Артистка уверена, что внутренние ощущения гармонии лучше сказываются на внешнем виде, чем любая диета. Ольга по складу личности интроверт. Не любит публичность, на улице выходит в темных очках, чтобы не быть узнаваемой, и призывает не верить фейковым аккаунтам в фейсбуке и инстаграме. Актриса периодически появляется на телевидении в качестве гостя в передачах «Линия жизни» и «Мой герой». В 2018-м Ольга пришла на программу «Секретный миллион» и в интервью Лерии Кудрявцевой рассказала о неудачной личной жизни, мыслях о самоубийстве и попытке получить еще одного сына. Будина хотела усыновить воспитанника детского дома из Адыгея Сашу Исмаилова, перевезти его в Москву, помочь с жильем и учебой в Академии МЧС. Не сложилось, как к кончанию школы парень сильно изменился, стал врать, относиться к актрисе, как к спонсору, и она вернула подростка в детдом. Уже взрослый, несостоявшийся приемный сын появился в студии передачи с участием Будиной, попросил у нее прощения и признался, что тогда испугался перемен и того, что не соответствует ее ожиданиям. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok